Многие вещи нам непонятны, не потому что наши понятия слабы, но потому что сие вещи не входят в круг наших понятий. Козьма прудку. Здравия соратники! И сегодня 2 февраля 2020 года, точнее 02.02.2020, зеркальную дату, пришло время нам кое-что отзеркалить врагу. Сегодня пришло время для третьей части серии видео о магии кино. Собственно, магия. Почему кино это магия? Итак, что такое магия? Чтобы ответить на этот вопрос, искренне рекомендую посмотреть первые две части серии видео, как и все серии у меня по три части идут. Итак, рекомендую к просмотру магию кино 1 и магию кино 2, потому что без понимания того, как нам промывают мозги на психологическом и ином уровне, не понять, как нам промывают мозги и заставляют нас участвовать именно в магии. А для тех, кто вообще впервые на канале, рекомендую начать просмотр с первого вводного видео «Мир, что мы потеряли, допотопный мир», потому что иначе понять, о чем пойдет речь, какой враг и как он действует, невозможно. Для особо новичков и особо наивных поясню, что в начале 19 века земля была разбомблена ядерной бомбардировкой, и враг, который разбомбил землю и опустошил все наши полезные ископаемые, в основном уран, об этом всем видео есть на канале, он не улетел, потому что не до того он как бы начинал все это и начинал войну. И о природе врага, собственно, весь мой канал. Собственно, мы изучаем природу врага, ибо нужно понять, чтобы его победить. Итак, как с 19 века нами управляют, оставаясь почти незаметным? Как можно управлять, не привлекая внимания, чтобы рабы чувствовали, что они свободны? Никто даже не поймет, что война уже началась. Просто люди один за другим будут превращаться в тихих животных, готовых покорно выполнять чужую волю. Конечно же, есть различные международные и страновые институты управления, и надстрановые, как ООН, есть тайные общества, масоны и так далее. Об этом всем хорошо по уровням управления и способам управления изложила КОП и ДОТУ. Рекомендую поизучать, потому что все весьма подробно изложено и разобрано. Существует шесть уровней управления. Самый высший и всеохватный – это концептуальный, он не прямой. Именно на этом уровне и работает кино, и магия кино. И в предыдущих двух видео мы немножко разобрали способы и механизмы внедрения концепций и концептуальных ценностей на уровне поведенческих реакций и системы ценностей. Но также существует суперэффективный инструмент на этом уровне, помимо всем известного символизма, который я бы назвал надконцептуальным. Я бы его назвал эгрегориально-символьным или магическим. И враг отлично использует этот инструмент в различных ритуалах, инструментах тайных обществ, так называемых тайных обществ. И именно элементы этого инструмента представлены в кино. Элементом этого инструмента является предсказательное программирование. Об этом есть видео на канале. И также этот инструмент в части формирования общества и общественных ценностей неплохо разобран на канале антиутопия. Каким образом с помощью предсказательного программирования враг формирует наше общество? Случайностей в этом мегасознании врага не существует, как и в общественных процессах, потому что все едино. Но особенностью этого инструмента является то, что чем больше людей, эгрегоров и энергий вовлечено, тем оно эффективнее. Поэтому кино – это идеальный инструмент для вовлечения масс в этот инструмент, в магические ритуалы для их скорейшей реализации воплощения. Ибо что такое магия? Из этого пророчества отец Эдипа оставил своего маленького сына в горах, а выросший Эдип по той же причине покинул дом своих приемных родителей, которых считал родными, что и позволило сбыться пророчеству. Идея самоисполняющегося пророчества была развита известным социологом Робертом Мертоном и ставшей классической в социологии теоремы Томаса, которая гласит о том, что если человек определяет ситуацию как реальную, то она становится реальной по своим последствиям, независимо от того, насколько она действительно реальна. Пример можно привести к конфликтной ситуации. Если один участник конфликта считает другого агрессивным, обидчивым и мстительным, этот другой в целях самозащиты будет вести себя именно так, и порочный круг замкнется. Другой пример – это уже известный нам из прошлых выпусков классический тюремный эксперимент Филиппа Зимбарда. Его участники, зная, что ситуация, в которую они были включены нереально искусственно, постепенно начали вести себя так, как если бы она была для них реальной, что действительно впоследствии спровоцировало их ужасные поступки и поведение. Сам Мертон определил самоисполняющееся пророчество как ложное определение ситуации, вызывающее новое поведение, которое превращает первоначальное ложное представление в реальность. Иными словами, предсказание, которое выглядит истинным, но на самом деле таковым не является, может в значительной мере влиять на поведение людей таким образом, что их последующие действия приводят к исполнению предсказания. Еще одним поразительным примером является информация о том, что точно так же ведут себя и ожидания, которые преподаватели связывают со своими учениками. Они тоже иногда превращаются в сбывающееся пророчество. Если убрать всю ту мишуру, которой нам забили мозги, чтобы скрыть истинную природу этого явления, а магия все-таки существует и работает, поверьте мне, можно сказать, что магия – это дистанционное воздействие на события и явления с помощью установления связей. Более подробно пройдите по ссылке в описании. Очень хорошая книжка, рекомендую. Некоторые базовые понятия там изложены. Ну а специалисты, которые сталкивались с этим, просто поймут, о чем я, и без прочтения книжки. Давайте посмотрим на наиболее яркий и одиозный пример так называемой магии, предметная магия деревенской, сельской, как хотите, магии Вуду. Магия предмета. Эта кукла называется Вольт. Чаще всего ее делают из черного воска. Но чтобы кукла начала работать, в нее нужно спрятать частичку человека, которого она должна олицетворять. Кукла – это сосредоточение частей человека, на которого хотят что-то сделать. Ну то есть в эту куклу должно входить несколько ингредиентов, там, ногти, волосы, там, слюна, сперма, там, кровь. Ну, должно быть не менее трех составляющих. Ну вот, вот тогда есть возможность, грубо говоря, одухотворить эту куклу, чтобы она несла в себе именно частицу человека, на которого будет делаться воздействие. Ну, как положительное, так и отрицательное. Куклу делают максимально похожей на человека, до которого хотят добраться посредством колдовства. Она должна иметь и портретное, и телесное сходство. И это не случайно. Колдуны Вуду уверены – высшие силы должны с точностью определить объект, чтобы не было ошибок. Даже физики уже доказали, что с точки зрения квантовой физики мы формируем нашу реальность сами, с помощью нашего сознания. Так вот, мысли материальны. А визуализируя свои мысли, человек может добиться очень многого. Таким образом, создавая вольта, создается информационная копия объекта воздействия, с которым проводятся некоторые энергоинформационные воздействия, манипуляции. То есть, работает информация, независимо от расстояния. Поэтому информация работает в чистом виде, без материи. Материя не нужна. Пример этому – научно доказанные факты и явления. Например, опыты с памятью воды. И на этой же основе опыты по информационному воздействию того же Горяева. И научно доказанные опыты с гомеопатией. Как же делают гомеопатические препараты, и чем они отличаются от обычных аллопатических средств, применяемых в классической медицине? Ганеман не только позволил подтвердить на практике закон подобия, но и максимально снизить дозы лекарственных средств с целью уменьшения их побочных эффектов. Путем бесконечных опытов Ганеман вновь и вновь разводил лекарства в растворе, желая понять, какая минимальная концентрация будет достаточной для оказания лечебного эффекта. Ему принадлежит гениальное открытие, которое, к сожалению, мир до сих пор в полной мере не смог оценить. Самуил Ганеман обнаружил, что с увеличением количества разведений исходного лекарственного раствора и одновременным моего встряхиванием на каждом этапе разведения, лечебная сила раствора возрастает. В конце концов, на одной из стадий разведения в растворе не остается ни одной молекулы исходного вещества. Вы скажете, что это нереально? Но именно такой раствор имеет гораздо более сильную лечебную силу, чем растворы с меньшим разведением. И это подтверждено столетиями клинической практики. Хотя, безусловно, существует иная официальная точка зрения, которая тоже, конечно же, авторитетна. Но Малышева же врать не будет. Здоровье в нашей студии вот эта утка. И, конечно, наша программа не могла не отреагировать на то, что взбудоражило всю страну. Миссия Российской Академии Медицинских Наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований выпустила меморандум, где обосновала решение о том, что гомеопатия не может считаться наукой. Ну, минутка юмора закончилась. Теперь к серьезным вещам. То есть, поскольку работает энергоинформационное взаимодействие, которым при создании вольта, так называемой информационной копии, происходит воздействие для достижения нужного нам результата, и достаточно просто прозоцировать этот вольт, этот инструмент с чем-то, с человеком, либо с событием, то явление происходит. Вам нужно будет накрыть глаза. Не сейчас. Накрыть глаза. Возможно, у вас будут возникать какие-то ощущения. Если будете себя хорошо вести, то даже приятнее. Да, договоримся. Я прошу вас, если вы что-то чувствуете, никаким образом себя не выдавать и четко отвечать на мои вопросы. То есть, односложно, четкий вопрос, четкий ответ. Хорошо? Сейчас, секундочку. Микрофон, да, можно руку вот так принять, чтобы у нас можно было слушать. Если, пожалуйста, все закройте, сейчас глаза. Да, закройте. Никаким образом себя не выдаем. Прислушиваемся к ощущениям, которые могут возникнуть. Лиза, скажите односложно. Вы чувствовали что-то? Да. Что это что-то, я думаю, такое простое. Но вы можете сказать, в какой области были ощущения? Слева. Слева, спереди, сзади? Сзади, чуть ниже плеча. Замечательно. А сколько раз возникало ощущение? Два и три, я не могу сейчас точно сказать. Хорошо. Спасибо большое. Нет, криво. Продолжите, продолжите. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь, сейчас Лили пока может открыть глаза. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь, что происходило для Лили? Уличная магия. Да, ведь в ладь. Мне приятно. Что происходило, кто-то может описать? Это вода. Ой. Кто-нибудь может сказать, что происходило? Я стукнул куклу. Дважды в область спины. Я находился на расстоянии от Лили. Хорошо. Лили, я прошу вас, закрыть глаза. Кое-что более сложное, создаточное ощущение. Не бойтесь. Я даже отойду. Страшно. Нормально. Пожалуйста, закройте глаза. Да. Сейчас вам нужно максимально прислушаться к ощущениям. Скажите, пожалуйста, возникли ли какое-то у вас ощущение? Одалось ли вам его испытать? Да. Где появляется ощущение? Шея, горло. Что-то вот. Как вы можете его описать? Что вы чувствуете? Отстава. Что-то... Ставлю, щель. Не знаю. Лиля. Для этого я и делаю эту серию видео, чтобы мы поняли, что материя в создании Вольта не нужна этой куклы. Если есть главный герой, с которым себя ассоциирует большая группа людей, причем добровольно, причем они ассоциируют не только с героем, но и других людей с чем-то, с какими-то событиями, ситуацией. То есть добровольно, своей волей участвуют в некоем энергоинформационном процессе, ритуале. То есть что происходит на экране, то происходит на некотором информационном уровне. А то, что происходит на информационном уровне, как мы уже поняли и убедились, и этому есть много подтверждений, рано или поздно произойдет на другом уровне, на материальном уровне. А теперь давайте подумаем, что нужно для того, чтобы магия заработала. А для этого необходимо выключить сознание, поскольку осознание помогает только позитивным процессам. Чтобы магия заработала, нужно, чтобы она достигла подсознания, глубинных, эгрегориальных и прочих энергоинформационных уровней. Нужно сделать так, чтобы сознание не отфильтровало программу. Именно поэтому в медитации важно убрать мысли и очистить сознание. Но гораздо проще выключить сознание, убрать его иным образом. Например, как бабушки деревенские в магии. Они, когда занимаются магией, они как бы шепчут заговоры, монотонно, как бы читают рэп, речитатив. И таким образом они вводят сознание в трансовое состояние, погружая образы и последовательности событий, минуя сознание напрямую на реализацию в подсознании. А способов выключить сознание множество, и этим всем пользуется враг. Об этом хорошо разобрано в НЛП. Специалисты знают, как это все работает. Существует определенный ритм, выключающий сознание. Как правило, это 120 ударов в минуту. Это используется в рок-музыке и в различной индустрии. Вспышки света тоже помогают выключать речитатив, монотонность, как молитва, как заговоры и прочее. Существует также еще один способ их комбинации. Например, обилие образов. Закидывать в сознание множество-множество образов, выводя одну линию на передний план и закидывая задним фоном множество символов. Нужно добиться такого состояния, когда люди как бы смотрят, открыв рот. Таким образом, враг использует нас для реализации своих планов. Помимо нашей воли, либо по нашей воле. И, таким образом, ну, как всегда, подло и коварно. Впрочем, как всегда. Итак, небольшой итог. Энергоинформационное воздействие существует. Оно осуществляется напрямую через телевизор, кино, продукцию Голливуда. Оно осуществляется через загрузку символов в наше подсознание и через ассоциации, искусственные вызывания, связи, нас, с происходящими событиями и героями на экране. Эти герои, осуществляя какое-то действие на экране и по сценарию, осуществляют воздействие на реальность и корректировку действий и систему ценностей и нашего сознания. Таким образом, враг осуществляет свои задачи с нашей помощью в обход нашего сознания. Противодействовать можно и пассивно, осознавая, что с тобой происходит, и активно действуя методами врага и создавая анти-программы, анти-видео. Даже на единичном уровне это сработает. Один в поле воин. В информационном плане так, поскольку все связано со всем и размер не имеет значения. Хотя, конечно же, для скорейшей реализации охват должен быть максимальным. Поэтому, соратники, лайк, репост и скачивайте видео себе на всякий пожарный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok И опыты продолжились Мы быстро доделали последовательность Соединили точки Мы назвали это злом мозга Приукрасим сюжет Просто чтобы зрители были в напряжении Спровоцируем выброс адреналина Чтобы обойти защитный механизм Потому что в конце фильма Мы покажем взлом мозга Живьем и без губер